Доброго времени суток всем любителям доты, с вами Дактлинг, и прямо сейчас мы будем смотреть игру между командами Тим Рабики и командой Мастер Ин Де Сайлент Скиллс. Сразу скажу, что с командами я, честно говоря, не знаком, по этому поводу я ничего не могу сказать, поэтому давайте сразу перейдём к пикам. Команда Тим Рабики. Рабики, я не знаю, как читается, откровенно говоря, пусть будет Рабики. Бристлбэк, Вайпер, Даззл. Ну, что сказать, пока что пик довольно-таки интересный, с задумкой, так сказать, он получается в то же время, в одно время очень толстый, и в другое время очень, в общем, много физики. Будет очень много физического урона, возможно, стоит команде Мастер Ин Де Сайлент Скиллс собрать этот новый артефакт. Гвардиан, чё-то там. Потому что вот под колючками Бристла и под ультимейтом Даззла будет просто огромный урон, там ещё Вайпер будет своим... Вайпер будет своим пользом атакой просто грязь наводить. Так что пока что вырисовывается довольно-таки отличный, хороший, интересный пик, такой вот... Будут пикать сейчас четвёртого героя, но в это время посмотрим на пик команды Мастер Ин Де Сайлент Скилл, Дэс Профит, Рейзер и Огрмак. Ну, здесь вроде как, на мой взгляд, ничего особенного нету, просто взяли хороших, сильных героев. Есть уже, в любом случае, есть уже один... Мидер. Даже не знаю, кого лучше поставить в мид, но, в принципе, пусть они сами решат, так как Разор и Дэс Профит два очень сильных мидера, на мой взгляд. Ну, а Огрмак, это, безусловно... Огрмак, это, безусловно, саппорт. Семи-фул саппорт, я не знаю, как... Что с ним они будут делать. Тем временем команда Тим Рабики добирают Сладара. Ну, вот это видно всё. Отчётливо видно, что это игра на минус армор, с такими колючками Бристлбека, они будут реально очень-очень много пробивать. То есть, прям будет очень неприятно. Вот добирает команда Мастер Ин Де Сайлент Скиллс Медузу. В принципе, почему бы и нет. Почему бы и нет. Хотя, откровенно говоря, не совсем я понимаю, чем этот пик обусловлен. Кстати, вот если бы вместо Вайпера была какая-нибудь Медуза, тогда это было бы точно на физику. Тогда это было бы только на физику, получается. Вот, но берут Вайпера. Итого, команде Тим Рабики нужно добрать всего одного саппорта. Ну, а команде Мастер Ин Де Сайлент Скиллс также нужно взять какого-нибудь хорошего саппорта. Желательно, именно сильного на ранних садях игры, чтобы Согар Магом как-нибудь ходил, там наводил на разных линиях ужас. Потому что, ну, ни в коем случае нельзя давать Сладару выформить его дайкер. Будет дайкер, будут врывы. И тогда, тогда будет действительно очень тяжело команде Мастер Ин Де Сайлент Скиллс что-либо сделать. В принципе, 40 секунд. Есть еще команда Тим Рабики, чтобы забанить кого-нибудь. Банит не Ан Данго. Ну, кстати, неплохой вариант в последнее время. Ой, да все чаще и чаще я вижу Ан Данго в пиках. И в саппортах, и в... И в хардлайнерах. И здесь, учитывая, что много силачей в пике. Ну, немного. Сладар Бристлбэк. Бан Ан Данго. Очень-очень правильный бан. Командам Мисс. Банит Вингу. Вингу, короче. В принципе, тут тоже все ясно. Минус армор. Еще задувка Винги. Это было бы слишком большой минус армор. Слишком большой. Так что бан Винги, он... Ожидаем был. Я думаю, что Тим Рабики были готовы его взять. Я имею ввиду этого героя. И мне кажется, они бы обязательно его взяли, если бы сейчас его не забанили. Дуберат, Шедл Шамана. Вот это вот уже... Интересно. Просто сильный саппорт на линию. Про умещий. Ну, в принципе, почему бы и нет. Почему бы и нет. С иммультимейтом там тоже же дополнительный урон. А, нет, нет, нет. Ой, это как-то я сделал. Я сейчас что-то сделал. Мне прям интересно, что я сделал. В любом случае, команда Masters in the Silent Skills добирает. Они Вич Доктора. Вот это, кстати, круто. Вот эта комбинация Медуза плюс Вич Доктор ни разу я еще не видел, но... Я так подумал, а получится действительно-то люто. А если еще под Медузу какого-нибудь дозла... И еще и Вингу, то там огромное количество физического дамага. Ну, для тех, кто не в теме, напомню, что ультимейт Медузы... Вот, все, кто оказывается под замедлом ее ульты, получают дополнительный физический урон. Причем, такой неплохой. Если я не ошибаюсь, там даже вообще магический не проходит. То есть, только физический. Я прямо сейчас уточню. Так, любой вражеский юнит, так... Получается снижение скорости атаки и бега. Если враг будет смотреть на Медузу более двух секунд пока... Вот так, превратится как... Так, юниты оглушены. Вот, вот, вот. Окаменелые юниты оглушены, обладают сопротивлением магии в 100, но получают дополнительный физический урон. Дополнительный физический урон. Аж 50%. А под Вардом Вич Доктора эти 50%... Даже без скипетра выливается в дополнительные 60 дэмэджа. Ну, это учитывая, что ультимейт будет третьего уровня. Ну, в общем, долго-долго можно говорить на эту тему, но от Медуза плюс Вич Доктор плюс Баньша... Это довольно-таки жестко. Это получается действительно сильно. Если бы вместо огурмага был какой-нибудь Даззл, то там слишком много физики было бы. Ну, интересно, интересные пики, ничего не скажешь. Так. Команда Рабики. В принципе, не теряя времени сразу юзают смаки. Лейт у них смотрится намного слабее, чем у команды Мисс. У команды Мисс для Лейта есть и Медуза, и там какой-нибудь Разор. Также Баньша не будет бесполезной. В то время как у Рабики нет ни одного героя, который бы в Лейте неплохо себя показывал. Ну, зато есть действительно сильная агрессия в виде Вайпера, Сладара, конечно же, Бристалбека. То есть, здесь и той, и другой команде, в принципе, есть чем играть. Просто-напросто Рабики нужно агрессивничать, обязательно роумить, по-моему, как-то пытаться куда-то что-то закидывать, убивать, конечно же, в первую очередь. Ну, а команде Мисс нужно просто-напросто терпеть. Терпеть и хорошо стоять в своей лайне, в своей лайне обязательно нужно прилетать на сейв-телепорт. Обязательно должен быть телепорт и у Гермага, и у Вич-Доктора. Ну, по причине того, что я уверен, что Шаман плюс Дазл будут много гангать, и как-то спасать своего Хардлайнера и Мидера нужно. Кстати, вот такое вот интересное решение. Медуза. Медуза будет фармить в трипле с Вич-Доктором и Огромагом. В сложную линию они направляют Death Profit, который, я не знаю, как она будет выживать. Здесь, к тому же, с Инвизом еще и Сладар, но вот Death Profit сейчас врезалась, должна она понимать. Здесь Дазл зачем-то вкачал хилку, скачал бы он яд, возможно, удалось бы убить. Но вот немножечко неправильно он сделал, вкачал сразу же первого Shallow Wave. И ошибка, ошибка. А так бы, так бы, это была бы минус. Баньша, скорее всего. Но хотя, кто там ее знает, возможно, и убежала бы со стиками. Возможно бы и ушла. Но все равно, с этим ядом бы они ее очень сильно бы нахарасили. Ну, Бристлбэк здесь стоит один. В принципе, ему никто не мешает. Он стоит себе и стоит. Поставил сюда вардишку, но вот отлично он деважится, очень быстро, оперативно. Теперь будет, конечно, чуть-чуть пострашнее, чуть-чуть посложнее. Но, видимо, что у него аж 8 танго, 2 крипа. Ну, отличный результат. Видим мы пока что, что на третью пачку крипов Медуза топ-1 по фарму, 5 на 4 у него, топ-2 по фарму Разор, также отличный результат, 5 на 3. Не знаю, не знаю, Вайпер будет очень тяжело. Разор просто должен по кулдауну, кстати, клинк накидывать, отсасывать 46 урона и просто-напросто не давать, не давать фармить Вайперу. Что у нас у Баньши? У Баньши не все так хорошо, как у Бристлбека, хотя видим мы, что вот за счет как раз к этой задувки также имеется у него парочка крипов, но по уровню она проигрывает, по идее. Или же нет. Кстати, Дэс Профит стоит довольно-таки неплохо. Конечно, проигрывает, но не так много, как я думал. Просто нужно делать почаще отводы и начинать активничать. шаману. Потому что этот парень саппорта команды и рабики как-то действует пока что так. Не очень активно. Здесь. Это будет, кстати, выход на Бристлбека, кидает Змейку Медуза, начинает наваливать Бристлбек, тем самым убивает он Медузу, но под проклятием он висит и кажется, у него проблемы и должен умирать или же нет. Можно есть Тангусы, вот юзает он фласку, стан, бежать, нужно бежать, если... Нет, на кулдауне всё, вот здесь вот Баунти Руна, нужно её брать, съедать Тангус. Хотя нет, вот эта Баунти Руна ему слишком дорого обошлась. Если бы хотел он выжить, стоило бы всё-таки бежать вот как-нибудь так, и там уже отжираться Тангусами. Ну, забрал он Баунти Руну и поплатился за это. В любом случае, убивает Анимедузу, очень важно это сделать, так как, видимо, вырисовывался у неё Хэнд оф Мидас, 12 крипов, это прямо сильно-сильно у неё фарм, а вот теперь этот фарм явно сбит. Бристлбэк возвращается фулловой и сейчас будет наваливать. Он видит, что, имеется у него кассочки, но прячется в деревьях и пока что он находится в безопасности. Это очередной выход на Бристлбэка или же нет? Боятся, боятся. Всё-таки всё-таки боятся. Подставляется он спиной, в принципе, не так много урона он получает, что у нас у Баньши Баньши здесь стоит, как-то пытается получать свой уровень. Кстати, крипов у него по-прежнему столько же, сколько у Бристлбэка, только у этого парня ещё и один килл сверху. Ну, Дазл, конечно же, делает такие вот отводы. Всё правильно делает, пацан. Нельзя, чтобы Баньша стояла вот за этой линией и просто-напросто задувала крипов. Это очень и очень неправильно. Тем временем, видимо, что у Розора всё великолепно на виду. 20 крипов, 8 динаев, в то время как у Вайпера всего-навсего 12 ласхитов и 0 за динаем. Тем временем, в очередной раз удалось убить Бристлбэка, неосторожно действовал, быстренько его нашли и оформили. Слишком сильно агрессивничает этот парень. Бристлбэк, конечно, сильный, агрессивный, хайдер, но не настолько, чтобы чтобы прям вот так вот слишком сильно заходить. Хотя, ну да, всего 4 уровень и у него был бы 6 уровень, было бы намного легче. Был бы уже ультимейт, там уже базовый урона бы с руки прибавилось. Ну а так, пока что он, пока что нужно быть более осторожным. Стоится пауза, надеюсь, совсем ненадолго. Так. Продолжение следует... 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 на варты будет хватать правда тем временем здесь брестелбек он что-то вот опасно действует но приходит видишь доктор и хорошо что бреста было было руна инвиза так бы мог отлететь конечно же вот у сладара кстати с форма не все так хорошо хотя имеются полторы тысячи золота будет это спас дайгер судя по всему а в принципе почему бы и нет фаста герд в любом случае нужно делать оставляет на фри фарме нужно активничать нужно же что-то начинать делать вот этой вот паре саппортов потому что они здесь только воруют опыт они здесь ничего не делают только опыт воруют в это время они могли бы как-нибудь выходить где-нибудь помочь на тот же не слетать хотя бы спаситься в самом бресту бека но нет большая кстати уже с ультимейтом пассивка вкачана witchcraft на 3 а это значит то что будет они сносить того руль и в принципе вряд ли им что-то помешает хотят вайпер один в четыре идет по моему это ошибка держит конечно дистанцию но вот огар все вид отлично а вот вайпер ничего не видит баунтиру на кстати тут поднимается нужно его появляется нужно бы и захопать учитывая то что боттл есть но вот да то о чем я говорил как бы башня падает довольно таки быстро хотя прилетает bristol бэк так же сейчас прилетит да за соленцем не попадает большая нужно обязательно гнать нужно кидать я от вайперу а вот дозу но что-то он не собирается кидать никакой я здесь огар куда-то не туда пошел хотя касочки прыгают очень хорошо убивают они bristol бека также убивают они медузу в принципе пока что размен два в один в пользу команды конечно же робики учитывая что там слодар фармит все команды робики пока что хорошо продавал задувать здесь без профит пыталась она забрать до зла но дозу как-то отхилился и сейчас уже проблему больше но нет не стали агрессивничать не пошли дальше а вот свеч доктор кстати оказывается в таверне поплатился он за свою агрессию прита от медузы за ним прилетает же огар и все нужно убивать ой простите нужно убегать конечно же нужно уносить ноги в принципе даггер есть у сладара 9 минута в принципе неплохой даггер могло быть и хуже хотя и прямо скажем мог бы он его вывести и побыстрее учитывая что те где-то 6 минут точно с ним стояли саппорт и против больше которая ну вряд ли как-то смогла бы помешать в любом случае даггер уже есть и на этом и это хорошо бразорова тем временем появляется механизм подходит 10 минут игры думаю может включить нетворцы и показать графики ну по графикам видимо что команда мисс за счет киллоб лидировала но вот пару разменов и графики тянутся вниз тянутся вниз хотя бы у них преимущество 1000 золота тем временем каким-то образом здесь сладарчик сладарчик поработал оформляет он минус разора также еще визитры убивает но и о гормах никуда отсюда не уйдет отличная игра от команды рабики появился даггер моментально его реализовал это 600 золота для сладара эту практически но это где-то 3 армлет в до четверть четверть армлетов если он конечно армлета будет делать это еще не факт при собах сделал уже себе здесь урну а вот тазал судьбе тоже хотел не договорились ребята до слуга я посоветовал сделать именно медаль потому что еще раз повторю в физике очень много очень много физики здесь сладар не боится запрыгивать видимо не знал то что здесь вот так много пацанов начинает насасывать ультимейт начинает насасывать урон разор но и вряд ли отпустите 100 бека 112 урона он насосал хотя бристаллбек это бристаллбек здесь с этим не поспоришь убежал кинул урну сейчас вернется даже подходит лишний раз хилит ну а шаман просто-напросто получать эти левел есть у него 6 уровень ну и нужно уже как-то своим перетягиваться что стоять здесь по моему не вариант бристаллбек начинает наплевывать начинает в это же время насасывать разор уже с 63 дамы же он насосал можно можно биться ставится неплохой десварды сварту бывает уже одного очень сильно про код су он сладара да за там вообще как-то очень быстро отлетел но сейчас погоня за бристаллбеком присыл бы по любому минус приходит приходит шамана что-то очень поздно он пришел нужно было как-то побыстрее пораньше действовать и сейчас он совершенно ничего здесь не сделает только просто-напросто сольется триплкил для медузы очень очень плохо сударь должен выживать есть у него регенка отлично забирает он руна регена и под фасочкой быстрее генится неужели будет агрессивничать дальше а даггер то через две секунды а если бы видела нога рамага то можно было пробовать на него запрыгнуть вот триплкил отдали они медузы очень очень плохо 5000 не на руках топ-1 по нет ворсу медас имеется в курьере наверно летит уже до курьере будет барабаны пока что все на все бросил окно все равно неплохой результат здесь запрогиб навешивает минус армурную как быстро они убили эту са этот самый топ-1 по нет ворсу отличная работа от сладара но еще раз повторю что пикнуть здесь шаман вообще на мой взгляд что тут шаман является очень сложно очень сложным героем и нужно его пикать только для ранней агрессии а фактически в этой игре шаман абсолютно ничего не делать ставится кстати неплохой десвар десвар дамажит и неужели всего-навсего дазл дазл все-таки отлетел удалось его убить вопрос умрет ли здесь вайпер конечно кольцом добиваетесь разор это минус 2 от команды мисс ну вот за агрессирование за агрессивничать проявили излишнюю агрессию здесь команда рабики ну и в итоге поплатили за это так вот к чему я что хотел сказать шаман в этой игре действительно просто юзос юзо значит бесполезен хотя кинул он дизрапши нужно нужно добивать здесь да сами все видите в общем так вот шаман является очень сложным саппортом и нужно его на мой взгляд пикать только каких-то реально крайних ситуациях и действует с ним крайне агрессивно быть какой-нибудь там торрент возможно стандарь жрака по ту же стрелу мираны но вот так последним пиком добирать его и чтобы он стоял на линии просто умирал это конечно не вариант по моему на мой взгляд большая ошибка драфтера команды рабики есть масса масса хороших саппортов которые бы хорошо стояли и на линии и были бы полезны в драках наберется за шедл шаман который который до 6 уровня абсолютно ничего не делал получилось 6 уровень и по прежнему ничего не делает к тому же еще и сливается хотя вот два кила у него откуда то есть так что не хочу я усиленных а здесь запрыгивают сладар но вот есть касочки касочки будут прыгать не боится ничего не боится сладар чик почему-то не совсем понятно почему те временем уже и ул появляется у дэс профит дэс профит нужно опять наконец-таки 11 уровень брать ультимейт на 2 и продолжать пушить ломать вышки так как вышки стоят все кроме одной у команды рабики и с этим нужно что-то делать у нас здесь сейчас будет большая драка брестов бека двойного мультикасс по нему проходит но должен жить конечно же конечно же будет жить ну вот этот шедл шаман который должен участвовать в раке он ходит не пойми где вот хотя кулдау на телепорте прошел должен делать по вот ну и ты по аута тп на третью башню нужно конечно же помогать своим нужно накидывать качественные соу кетчер кстати он вкачал промахшал дисрапшн не совсем понятно для чего просто все в камень превращаются зачем-то и ведь доктор конечно же сильно сильно очень сильно дамажил своим десварном хотя не так долго он постоял уже трипл килл для команды мисс четвертого они добивают ну и неужели все выживут вайпер минус 5 это минус 5 от команды мисс здесь должна появиться такая кнопочка показать итоги боя ну и видимо что это весной тысячи золота для команды мисс это тысячи золота для разора ну и видимо что все пять героев команды рабики в таверне ну вот опять же ультанула здесь медуза они все пошли на нее все превратились в камень и этот десвард наносил не этот самый десвард наносил не 60 урона а он наносил получается 80 урона то есть намного намного больше и очень быстро они развалились под ним еще там это больше было аня большие ульты не было но тем не менее удалось там убить пятерых приходят на телепортах сейчас будут все умирать даже успевает кинуть крест но вряд ли это ему поможет вряд ли этому поможет пишет джи джи здесь бристлбэк просто подгорел у пацана и в принципе я это отлично понимаю сейчас прилетели слились вчетвером прилетел еще и вайпер ну почему он никого не боится я вот понять не могу одного в принципе я могу понять бристлбэка все-таки пацан потел не могу сказать что бристлбэк играл прям очень очень хорошо дал совершил first blood но затем умер два раза просто из-за агрессии излишней ну а вот то что делать вайпер это совершенно непонятно что что делает вайпер и это уму непостижимо пришел умер ушел а начала а начиналось то все довольно таки неплохо действительно first blood там что-то гонял всех этот самый бристлбэк в итоге команда мисс проходит дальше но команде арабики можно пожелать удачи и что-то делать что то делать на что саппорт и точнее вот что душа мы даст там что-то пытался делать там всякие сэйф телепорты гангать а вот шел шаман вообще абсолютно ничего не делал совершенно неподходящий герой для этого пика в общем буду стремить следующий тут фаст капа точнее викинг кап далеко не расходитесь но пока что на этом все